Бренд «Вечерний Магадан» широко известен читателям, в первую очередь городской газетой. Но с недавнего времени «Вечерний Магадан» преобразовался в медиахолдинг, включающий теперь и производство телевизионных новостей. В 2021 году коллектив медиахолдинга отметил 31 год с момента образования. Но мало кто из читателей и телезрителей представляет, в каких условиях работают журналисты все последние годы. Наконец-то начали делать ремонт, потому что было работать просто невозможно. Стены, влага, потолок, шум, сквозняки – это невозможно, это очень плохие условия. Состояние помещения редакции действительно было плачевным. Плесень на стенах, холод, осыпающаяся штукатурка на стенах. И все это в течение более десятка лет. Но это лето, как оказалось, стало для коллектива «Вечерки» особенным. Мэрия Магадана выделила деньги. Подрядчик был определен, помещение готовится к преображению. Нашему изданию в этом году исполняется 30 генгот. И очень хорошим подарком стал долгожданный ремонт редакции «Вечернего Магадана». Хотелось бы отдельно поблагодарить мэрию города Магадана и Юрия Федоровича за поддержку в данном мероприятии. Проектная стоимость работ – чуть более 3 миллионов рублей. Срок проведения – летние месяцы текущего года. В настоящее время коллектив редакции активно готовится к переезду, так как на время ремонтных работ редакция будет располагаться по адресу проспект Карла Маркса, дом 33, дробь 15. Наконец-то ремонт. Это большая радость. Но с этим связаны еще и сложности, потому что газета – это непрерывный процесс. Надо уложиться с переездом, но мы все-таки готовы, мы уже собрались, бьем копытом. Временно мы переезжаем, пока у нас будет какое-то время ремонт. Как отмечают журналисты «Вечернего Магадана», путь к началу преобразования был нелегким и долгим. Но от того, что все-таки, несмотря ни на что, результата удалось добиться, возникает чувство удовлетворения. Я тоже с большим удовлетворением отмечаю, что наконец-то проект по проведению ремонтных работ в редакции «Вечернего Магадана» реализуется. Скажу честно, я начинал им заниматься, еще работая в мэрии, руководителем управления по информационной политике. И, ну что ж, приходится признать, да, не быстро, но тем не менее, все делается.